1 декабря день рождения великого русского математика, ректора Казанского университета Николая Лобачевского. Помимо его ректорской деятельности, он также являлся директором научной библиотеки, в которой из сюжета в сюжет снимается наша рубрика. Создание библиотеки было предусмотрено уставом Казанского университета, подписанным 5 ноября 1804 года императором Александром I. В начале ее функция выполняла библиотека Казанской гимназии, на базе которой был открыт университет. Как самостоятельное подразделение университета библиотека существует с ноября 1806 года. В 1825 и 1835 годах библиотекарем Казанского университета, по нынешней терминологии директором библиотеки, был Николай Лобачевский. Научная библиотека Николая Лобачевского подобрала нам раритетный материал. Это ученые записки, издаваемые Императорским Казанским университетом. Интересно, что сам Лобачевский рассуждал на тему науки. А именно о новых началах геометрии с полной теорией параллельных. Стоит отметить, что данный экземпляр выпускался в Казани в университетской типографии в 1836 году. В научных записках Лобачевский строил свою геометрию, отправляясь от основных геометрических понятий и своей аксиомы. И доказывал теоремы геометрическим методом, подобно тому, как это делается в геометрии Евклида. Основой служила теория параллельных линий, так как именно здесь начинается отличие геометрии Лобачевского от геометрии Евклида. И интересно, что работая в библиотеке, Николай Лобачевский занимался комплектованием фонда, обеспечив рукописными и книжными собраниями все научные направления, развивающиеся в стенах Казанского университета. Лобачевский организовал тщательную проверку наличия всего книжного фонда, а также был причастен к составлению каталогов, сохранившихся до наших дней. Наконец, благодаря его стараниям и усилиям было осуществлено строительство двух библиотечных помещений в главном корпусе университета, а затем и обособленного строения для библиотеки. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, Универньюс.